Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир! Детская познавательная программа «Открывашка» Детская познавательная программа «Открывашка» Детская познавательная программа «Открывашка» Детская познавательная программа «Открывашка» Даша Клепиковой призерка регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по литературе. Доброе утро. Сразу же хочу спросить, давайте мы с нами познакомимся, почему именно эта сфера, почему именно литература? Даша Клепикова «Открывашка» Детская познавательная программа 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 «Открывашка» Потому что некоторые сейчас Только в гаджеты свои уткнулись Им ничего не интересуют Какие-нибудь дурацкие игры Которые ничему не учат Или лучше взять с полки Есенина Которого мы сегодня разыгрываем Не самого Есенина Книжку его авторства Особенно интересно, Дима Когда ты только что перед эфиром рассказывал Как ты любишь захаживать в букинистический магазин И сколько собраний сочинений Ты себе уже прикупила Шекспира И Есенина Только Шекспира купила Вот эту книжку Еще три книжки Хорошо, давайте с Настей еще познакомимся Почему именно литература? Литература это такая область Которая позволяет не просто Учить и затем воспроизводить Какие-то факты, теорию Но и самому участвовать В творческом процессе, создавать тексты И это для меня наиболее интересно А тексты эти потом Они куда? Собственно, где они хранятся? То есть вот их практическая польза В чем их заключается, этих текстов? Ты развиваешься сам То есть создавая анализы произведений Ты учишься мыслить Постепенно твои навыки развиваются И ну все это такой процесс непрекращающийся То есть вот сугубо личностное развитие Сама развиваешься? Пока что да А в планах развивать мир вокруг себя или что? Ну это пока сложно сказать Для других людей? Пока сложно сказать Да Хорошо Расскажите, что собой представляет вообще Всероссийская олимпиада школьников по литературе? Лариса Владимировна, сколько там этапов? Вообще их несколько Начинается все в простой школе У каждого Школьный этап Когда в своей школе ребята состязаются Самые лучшие выходят на муниципальный этап Ну то есть в свой город Городской Самые лучшие городского этапа Значит победители, призеры Примерно 40% из них выходят на регион А там уже такой очень жесткий отбор И лучшие из лучших Отправляются на Всероссийскую олимпиаду школьников А отбирают кто? Ну специальная комиссия Независимая Да, самые лучшие В нашем случае филологи Да, нашего региона Причем ты можешь стать победителем регионального этапа Но по баллам не пройти на Всероссийский этап То есть рейтинг он общероссийский Такой Очень жесткий И конечно туда приезжают лучшие из лучших Ребят такие Креативные, творческие И не просто те, кто умеют писать тексты А те, кто очень-очень много читает В разных областях знаний И история, и литература И мировая художественная культура Это вообще, мне кажется Одна из самых сложных олимпиад В литературе? Да Кстати, три года подряд, Настя, вы выигрывали? Или там был какой-то перевод? Три года подряд Три года подряд Заключительный этап он начинается только Ну девятиклассники могут там участвовать Девятый, десятый, одиннадцатый Вот я, начиная с девятого класса Ездила на заключительный этап И с таким багажом, простите, вы куда дальше? Школа уже позади Да Чтоб не сглазить, да? Или чтоб не сглазить мы не будем озвучивать Да, давайте пока не будем об этом говорить А сколько, кстати, книжек, ну не знаю, в месяц вы прочитываете? Настя, Даша Когда-нибудь считали? Даже не успеваем считать Ну, на самом деле, не так много Важно не количество, а качество Качество? Ну, последние авторы, которые, собственно, были с вами Джеки Руак Перечитывала одну из его книг А у вас, Даша? Гончаров Обломова прочитала Обломова Это уже в рамках программы? Да, в рамках программы Подготовки, да, к тому, что будете проходить дальше уже Да В гимназии, хорошо Ты, кстати, Дима, сколько читаешь книжек в месяц? Ну, наверное, ну смотря ведь каких тонких Ну, не, вот Я вот последний Тонких это каких? Ну, вот таких вот Двухстраничных? Нет, ну, таких это имею в виду Вот, к примеру, я прочитала Майна Рида Вот, дочитал Наконец-то уже По школьной программе Задобие несколько книг таких огромных я Майна Рида, наверное, прочитала За лету сколько нужно прочитать книжек в рамках подготовки? Ну, тут, наверное, книжек 15 Штук 15, это да Штук 15? Да Я скромно умолчу, сколько я читаю книжек в месяц Читаю ее много, но что-то вот Книжек среди этой информации Довольно-таки мало И я, кстати, жалею В детстве, я помню, тоже любил читать Очень Вот еще тут недавно Сейчас даже читаю книжку Даже автора-то уже не помню Такую новую книжку вышла Бестселлер Каролина называется Ну, про девочку Каролину Которая переехала в новый дом Она находит маленькую дверь Которая давно была заперта А в этой двери мир Как бы сказать Кукольный мир, в котором все очень хорошо И там злая ведьма Которая превращается в маму этих детей Которых она заманивает Жакими любовью, чудесами А потом их ест Ох ты Какой ужас А эту книгу Нил Гейман написал Да, да, правильно Так, я предлагаю все-таки Уже нашим слушателям Начать задавать вопросы То есть вы, гости, будете задавать Слушателям вопросы 211-101 Давайте сразу первый вопрос И после того, как он прозвучит Дима озвучит те фризы Которые мы сегодня разыгрываем Кто будет? Даша или Настя задавать? Могу сейчас Давайте я начну Первый вопрос Давайте для разогрева Он довольно-таки простой Но все равно интересный Что означает выражение От А до Я? От А до Я Ребят, 211-101 Родители, подсказывайте Помогайте Бабушки и дедушки Ждем ваших звонков Дима сейчас озвучит призы Дима догадался уже Конечно, это же всем известно Так, тихо, не подсказывай Вдруг проговоришься Нет Александр Гвин Алэ Паруса Для читателей от 12 лет Джек Лондон Это книжки все? Да Для ребят от 12 лет Оскар Уайльд Кентервилльское привидение Для ребят от 12 лет Сборник Сергея Есенина Не жалею, не зову, не плачу Для читателей от 16 лет Хотя я его уже прочитал 10 лет Не сознавайся Дальше Дейзи, Медеус Южона Кевили Или Корона для умницы Для ребят любого возраста Марина Москвина Голова профессора Шишкина Для читателей от 6 лет Набор для опыта в силу упругости 8 плюс Вот у нас на столе лежат И книги, и набор этот Да И это еще не все Да Приглашение на театральный микс В кукольном театре 14 июля Для зрителей старше 12 лет На две персоны Приглашение на две персоны На интерактивную выставку Нереальная реальность Для посетителей любого возраста Приглашение на двоих В кота-кафе Зоки Приглашение на экскурсию С мастер-классом В музее истории мороженого Артика И еще парочка призов Парочку, точно парочку Приглашение на двоих В первый батутный парк Марио Приглашение на семейное посетение Собачьей деревни Мохнатия А у нас уже есть звонок Да, все я верно понимаю Алло Алло Доброе утро, доброе утро Доброе утро Как тебя зовут, скажи, пожалуйста Полина Полина, сколько тебе лет? Девять Полина, ты читать любишь? Да А любимый автор есть? Да Назови, не стесняйся Даже не знаю Есенин Есенин Да, ну хорошо Слушаем твой ответ Что же значит выражение? Вопрос от Анастасии Соколовой Выражение от А до Я Это означает что-то сделать Или прочитать от начала до конца Настя Да, ну можно принять Можно? А у вас какая интерпретация? У вас какой ответ? Ну просто сначала и до конца Сначала и до конца Взяться В принципе может относиться к чему угодно Взяться и довести это дело до логического завершения Мы тебя, Полин, поздравляем Это правильный ответ Что ты хочешь получить? Вот Дима только что озвучил Еще раз озвучить? Не, слишком долго Да Еще раз озвучить? Да Да, Полин, тогда Кроме билетов А, кроме билетов Слушай, давай все-таки, чтобы мы не тратили Чтобы не тратили общее время Давай мы все-таки тебя нашей помощнице сейчас передадим Ты, пожалуйста, не клади трубку У нее тоже есть список призов И с ней ты договоришься, что хочешь выбрать Да, Дима, ты что-то хотел добавить? Ну, поэма о Робеспьере Поэма о Робеспьере Волшебный лист Слушай, от руки От руки, конечно Аккуратно сам выводил Ну да, да Здорово Итак, внимание Поэма От Димы Рябова О Робеспьер Ты был тираном И добродетелем ты был И не жалел, кого казнил ты Как будто был им свет не мил Но и тебя опасность тоже Ждала везде И там, и тут А ты сидел на царском ложе И был Марат Сан-Джуст Кутон Сопротивлялся лишь Дантон За что сурово поплатился Но Робеспьера Кай ждала Девятого Свершилась Ирмидора У якобинского стола Был совершенный Твой арест Хоть прострелился Ебета челюсть В один Малехонький Присест Тебя наставили на суд И гнева Злоститут Лавина Отправила вас всех На гильотину Взошли вы все на эшафот Сан-Джуст был первым Ты вторым И завершил Кутон поход На волосах осталась пудра В волосы застрял Кусок свекла Отломанных очков И вспомнил ты Кого казнил Всех перечислить Нету слов Антон Этто Ид Антон Король шестнадцатый Бурбон Все были здесь На этом эшафоте Я смотрю Вы тут уже Открыли Фотографию У меня тоже На телефоне Скачана Фотография Рубиспирет Это не фотография Это портрет Самый известный Портрет Ты это закончил? Ты закончил? Да, закончил Ну давайте тебе Поаплодируем Тогда Долго ли Времени ушло На создание Этого творения? Ну могу даже рассказать Вот я сидел У бабушки был Обедал И вдруг что-то Пришло ко мне Вдохновение Одной рукой Ложку держал А другой Побежал к себе В комнату Дописал Да До слов Так За что сурово Поплутился Потом что-то решил Что-то мало Еще начал писать Дописал до слов Отбирал Я во всех На гильотину Потом опять Пришло вдохновение И дописал Уже до конца Вот так вот Замечательно А у меня Вопрос сразу Дима созрел Да Я думаю Что многие наши Слушатели знают А кто-то и не знает Кто такой Робиспьер Давай зададим Такой вопрос Дозвонитесь пожалуйста И скажите Кто такой Робиспьер А давайте Поконкретнее Зададим вопрос Мне кажется Вопрос Ну да Кто такой Робиспьер Как его полностью звали Но не обязательно Все его Там Ну Робиспьер Это фамилия Да У него много имен Три Сразу же подсказка Три имени Три имени у него Уважаемые ребята Звоните 211-101 Призов у нас много Кто такой Робиспьер Давайте выясним Как его имя В том числе Я хотел Чтобы вы дали Сейчас вот оценку Свою Прочитанному Вообще Интересная такая тема Да И сразу мысль Такая возникает Что Литература И история Так связаны Друг с другом Ты Дим Сегодня прям Как у нас Как Лермонтов С его воздушным кораблем Да Вот что-то такое Какое-то восхищение Каким-то историческим персонажем А это обязательно Интересно Соединять историю И литературу Ну для меня Интересно Да конечно Девочки А вот как вы думаете Для того Чтобы читать текст Нужно хорошо знать историю Или не обязательно Или просто восприятие Какое-то внутреннее Должно быть Ну да Существует же такая вещь Как исторические комментарии То есть Всегда надо иметь в виду И время написания Стихотворения И Какой период жизни Автора Оно было написано То есть Конечно Нужно Обладать Некоторыми знаниями И об истории И искусстве И культуре Ну потому что Мы уже увидели Мы имеем в виду текст Который вот Исторической личности Посвящен Да Совершенно верно Вот у Димы Получилась такая вот Поэма Почти года Да Вот восхищение И при этом ты А в чем разница Заметил Я хочу сказать Что при этом Дима заметил Такую правду историческую Да По поводу поступков Робеспьера Не такой уж он был Одуванчик Правда Да Но тем не менее Ты пишешь Такое хвалебное Стихотворение О нем Да Ну да Нет Смотрите В первой строчке Робеспьера Ты был тираном И доброечерем Ты был Все таки По крайней мере Независимая оценка Такая Да Потому что Он конечно Много изменил С другой стороны Много невидных Людей К примеру Камиля Дамулена И вот так же Дантона Да И преследуя Свои какие-то Может быть благие цели Человек иногда совершает Историческое А в конце концов В конце концов Он решил казнить Весь И весь Якобинский клуб Потому что И потом И еще восстание Против него было И стал героем Твоей поэмы Да А ты вообще Дима Откуда Знания-то О Робеспьере Подчеркнул Ну я уже Рассказывала До эфира Короче Когда был в отпуске Посмотрел Такой фильм В отпуске В смысле На каникулах Да Пришельцы 2 Ну хороший фильм Понравился Переехал домой Опа Вышел Пришельцы 3 Взятие Бастилии Ну Бастилии Это тюрьма Которую Брали Да Вот Ну посмотрел Что-то Стало интересно Про Робеспьера Кто он Такой Вот Так же Вигурируется В этом фильме Так же Да Вот И стал Про него читать Читать И вот Написал Такую поэму Ну кстати Наверное Поэму написал На 3 Или на 4 Месяц Изучения То есть Не сразу Рискнулся Махнулся Надо было Это все Переварить Да А сейчас Ты как-то Продолжаешь пополнять Багаж знаний Вот как раз Об этом Историческом Деятель Ну да Но теперь У меня еще Про Моцарта Начинают пополнять Про Моцарта Да Про Моцарта Я пока еще Не отпала Ну это будет Что-то наверное Восхитительное Девчонки А вот Например Вы бы Про кого написали Свои стихи Может быть Стихи Или что-то еще Вот кто вам Интересен Из персонажей Скажем Исторических Или культурных Я не знаю Кем-то сейчас Увлечены Неужели Не задумывались Мне кажется Если бы я писала О ком-то Это был бы Не исторический персонаж А какие-то Люди Которые окружают меня А то есть Не обязательно Что-то известное Да А что-то Какой-то отдельный человек Само внимание К простому человеку Да Тебе интересно Ну да Пожалуй так Даша Я бы написала Наверное О каком-нибудь Даже литературном Персонаже А переделыш Сделала бы Такой Кстати Очень модная История интересная Такое задание Бывает на уроках Ну например Чем бы закончила Стояльная история Если бы Роман Евгений Онегин Мог бы как закончиться Там же финал открытый Мы же не знаем Чем там на самом деле Все завершилось Точка-то не стоит До конца Это такой распространенный Прием Ну вообще И в олимпиадах Тоже есть такие задания Когда Ну вроде того Что С каким Литературным персонажем Вы бы хотели побеседовать Какие бы вопросы Вы ему задали Каким бы поспорить Хотели Например Даже В подтексте Идет такая история Что вот Не просто проверяются Какие-то знания А все равно Хочется выяснить Что думает об этом Ребенок Интересно Обязательно Литературных персонажей У меня К примеру Полка Жизнь замечательных людей Да И даже Оказывается Есть такая Новая серия Недодумышная ИЖЛ История Живые лица Здорово Да Очень хорошие У тебя такие интересы Дима Да У меня К примеру Никак не могу найти Жизелку Моцар Что за проклятие Жизелка Баха Битхойна Таким клич Сальери Сальери То есть они не созданы еще Не поняли Нет они созданы В новом выпуске Их уже нет Они только в старом выпуске Чипируют А в советское время Только советское Да Ребеспир У меня Я же Смотри Дима Как здорово Ты интересуешься Моцартом А Пушкин тоже когда-то Очень много лет назад 200 лет назад Интересовался этой историей Таинства между Моцартом и Сальери Это неправда Не интересовался Интересовался Но его история Неправда Сальери не травил Моцарта Сальери практически Не был знаком С Моцартом Сальери был Геркомпозитором Кстати талантливым Композитором Да Ну талантливым Короля австрийского И когда Моцарт пришел К роли австрийским Заинтересовался И Сальери Сальери С Капельмейстером И с гендиректором Оперы Решил Что вот это Плохо вообще То что Чего он тут лезет Он сейчас наших Всех выгонит Если его сделать Генкомпозитором Так что они Его Ну пинка ему дали И он короче ушел То есть они так приняли Все равно поняли Что Моцарта это талант Да А талант Как бы вызывает Зависть В очень многих Да Вот Потому что Как сказал Потому что Моцарт уже В 4 года Путешествовал По королям И играл Свою музыку Даже перед Папой Римским Вот Вот смотрите Как здорово Мы говорим о Моцарте Музыка это ведь Тоже искусство Как и литература Да И вот как-то Раз Отец Сальери сказал Ему то что Ну Сальери сказал Что я хочу Интересоваться музыкой Как Моцарт А отец ему сказал Хочешь быть Как тренированная Дренированная обезьянка Показывающая фокусы Чтобы я Возил тебя По разным странам И ты там показывал Свои фокусы Королям Вот Искусство не продается Простите Я напомню Что мы ждем ответа На вопрос И я предлагаю Его сейчас снять Все таки Да Кто такой Робеспьер Давай Дима В двух словах В двух словах Время очень быстро Убегает Давай правильный ответ Максимилиан Робеспьер Максимилиан Мари из Дорда Робеспьера Да Давай род деятельности Род деятельности Но он был революционером Он вообще родился Он стал адвокатом Подожди Цени время Я думаю Сейчас ты можешь Развернуть большую речь Ну давай Ну хорошо Он был адвокатом Но потом Ну все таки Эта революция Начала происходить Кемиль де Мулен Там что-то такое Все такое И короче В конце концов Он стал таким Можно сказать Императором Диктатором Диктатором И даже да И пострашнее Можно подобрать Тираном Тираном Вот так вот Ответили мы На наш вопрос И я предлагаю Нашим гостям Следующий вопрос Задать Нашим слушателям 211-101 Даша пожалуйста Озвучивайте вопрос Ребята Внимание Итак Не хочу учиться А хочу жениться Какому литературному герою Принадлежит эта реплика Ну не сложный вопрос Очень легкий вопрос Не хочу учиться А хочу жениться Сказал Некоторые выражения Некоторые фразы Из литературных произведений Становятся крылатыми 16-летний по-моему Господин Насколько я помню 16 ему было Не наводящие вопросы Не давать Это простой вопрос 211-101 Ждем ваших звонков И все-таки Хочу вот еще У девушек Наших гостей Спросить Так вы сказали Развитие Личностный рост Какой-то То чем вы занимаетесь И видите в этом смысл Практическая эта польза есть? За победу В Олимпиаде Что-то дают? Что-то награждают? Что дают? Во всероссийской? Вообще победа На заключительном этапе Дает возможность Поступления В университет Без экзаменов Или Упрощает намного Этот процесс поступления Это конечно Самое большое преимущество У вас это было в голове? Вы занимаетесь уже много лет Литературой И вы всегда Подразумевали Что если я буду успешным В этом отношении То я смогу поступить Престижное высшее учебное заведение? Понятно Это как бы Мотивация Второстепенная Это является мотивацией Но Все равно Стоит Не всегда на первом месте Скажем так Не единственный А у нас Вот звонок Тут Ну можно договориться Давайте Я хочу сказать Что Настя так скромничает А вообще говоря Призер Олимпиады До прошлого года Получал грант Президента Российской Федерации И это в денежном Таком серьезном эквиваленте А победитель в два раза больше А в этом году Если я правильно понимаю Сейчас отменили премии Но Есть возможность Есть возможность Получать Гранты президента Во время всего обучения Там есть определенные условия Конечно Это все не так просто Но все равно Преимущество есть Вы получаете такое Самоудовлетворение От осознания От того что вы лучше Трижды лучше Потом он тельстит Внутри вот Как-то вот Заставляет Это приосанец Я лучшая Я не слишком часто Об этом задумываюсь Если честно Но В принципе да В принципе да Не будем скромничать У нас есть звонок да? Да есть звонок Дим приветствую Нашего слушателя Здравствуйте Как вас зовут? Коля Сколько вам лет? Десять Где вы учитесь? В Олиге О Да Родня Здравствуйте Так мы очень вот хотим Услышать ответ на вопрос Какому? Это сказал Вроде бы Жаба Из произведения Дюймовочка Неудача Нет Это не точно Кода Овы Коль Мы не можем Принять этот Ответ Мы будем Мы будем еще ждать Звонка 211-101 Ну совсем уж мимо Совсем Звоните еще 211-101 Ищите подсказки Мы не запрещаем Подсказывайте Друг другу Взрослые Своим Детям Внукам Ну мы уже Не будем Подсказывать Нет Не будем Даша Раз уж мы Заговорили про Олимпиаду А цель Все таки Выйти на Всероссийский Уровень Вы с тобой Ставите Такой серьезный Со своим Преподавателем Естественно Ну я преподаватель Вот как раз Насти Выпускницы Да А у Даши Тоже замечательный Учитель Елена Николаевна Кузнецова Которая с ней Работает Да Мы с Еленой Николаевной Конечно ставим Цель выйти на Всероссийский Этап Чтобы там Уже себя Как-то проявить Ну Конечно Понимаем Что Ради этого Придется Очень Много Работает А что для этого Нужно Разложите Пожалуйста По полочкам Первое Второе Третье Разумеется Нужно очень Много читать Набираться Опыта Читать Так же Читать Все что Попадется Или все таки По четко Заданному курсу Плавно Читать нужно Произведения Которые Включены В программу В программу Ну и не только Программа школьная Главное Чтобы произведения Были проверены Временем Людьми Чтобы они Несли пользу Да Ну вот А мне кажется Да Все таки Перебивай Но вежливо Хорошо Спасибо Вам Как вы думаете Вам кто-нибудь Завидует Из вашего класса Или Из знакомых Друзей Как вы думаете То что Вы На такой Всероссийский уровень Выходите Как вы думаете Не знаю Не знаю Даже Кажется Нет Любому Моцарту Немножко Завидуют Наверное Да Даже если Завидуют То очень Хорошо Это скрывают Да Даша Мы вас прервали А ничего Хотела сказать Еще что Нужно Знакомиться Также с работами Других людей С работами Такого Критиков Критиков Я думаю Даша Говорит Про Анализы Именно Критики Анализы Участников Вообще Работы Победителей И призеров Выкладываются Всегда В отсканированном Виде Вы можете Ознакомиться Посмотреть Вообще На что Обращают Жюри Что им Нравится Грубо говоря Что нет То есть Примерно На что Должна быть Похожа Твоя работа С этим В принципе Тоже Нужно Ознакомиться Я напоминаю Что мы Ждем Ответа На очень Эта фраза Не хочу Учиться А хочу Жениться Мы сейчас Сделаем Небольшую Музыкальную Паузу После которой Как мы Заранее договорились Мы и вам Ребята Наши слушатели Предоставим Возможность Почитать Свои любимые Стихи В нашем эфире 211 Так что Вспоминайте Готовьтесь Буквально Четверостише Звоните И мы С удовольствием Вам Вручим Призы На свете Много Есть Того Про что Не знают Ничего Ни взрослые Ни дети И это Був В сене Секрет Когда секрета Вовсе нет Скучают Все На свете Но почему? Да потому что Ужасно Интересно Все то Что неизвестно Ужасно Неизвестно Все то Что интересно Продолжается Детская Познавательная Программа Открывашка На 101.0 Напоминаю Что сегодня Мы говорим О литературе О том Как к ней приобщиться О том Что это может нам дать Как ее научиться Правильно понимать Заложенные Скрытые смыслы И у нас Сегодня в студии Лариса Занько Заместитель Вятской гуманитарной гимназии Заместитель директора Вятской гуманитарной гимназии Курирующий работу С одаренными учениками Учитель русского языка и литературы Анастасия Соколова Выпускница Гуманитарной гимназии Трехкратный победитель Всероссийской олимпиады Школьников по литературе И Дарья Клепикова Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады Школьников по литературе И соответственно Ученица ВГГ Дадим А вот мне надо спросить просто Надо вычислить Кто Вот тут у нас Ответили на самый первый вопрос Какой приз выбрали Выбрали Потому что Наша помощница Уважаемая Вера Напишите пожалуйста нам Что выбрал наш победитель У нас кстати Он еще только один Мы ждем вашего звонка 211-101 Какому литературному герою Принадлежит фраза Да Подсказали Уже спасибо большое Какому литературному герою Принадлежит фраза Не хочу учиться А хочу жениться Звоните Очень по-моему Несложный вопрос И к тому же Мы будем ждать Ваших звонков С тем Чтобы вы почитали Нам свои любимые стихи Договорились Договорились Звоните А может быть Вот пока Я этот Прочитаю Одно из Сонет Шекспира Сонетов И тогда Ты сам тогда скажешь Про что он Попробуешь Попробуем сейчас Немножко разыграть Такое олимпиадное задание Ты прочитаешь текст И скажешь Вот про что этот сонет А потом мы девчонок Попросим прочитать Вот я им приготовила Текст такой Не из школьной программы И попробуем Что они там увидят Что мы например С Владимиром увидим Что они Да попробуем Олимпиадное задание Олимпиадное Да Давайте Уж лучше грешным быть Чем грешным слыть Напрасно Страшнее Обличение И гибнет радость Коль ее судить Должно не наше А чужое мнение Как может взгляд Чужих порочных глаз Шидить во мне Игру горячей крови Пусть грешен я Но не грешнее вас Мои шпионы Мастера злословия Я Это я А вы грехи мои По слову По своему равняете Примеру Но может быть Я прям А у судьи Неправо в руках Кривая мера И видит он В любом Из ближних лож Поскольку ближний На него похож Немножко неправильно Почитал А вы Грехи мои Их называешь грехами А надо прочитать Как посмотри По знакам припинания А вы грехи мои Равняете Вы мои грехи Равняете В этом смысл Стихотворение Меняется Немножечко Когда ты обращаешь Внимание На знаки припинания Про что Дима Стихотворение Скажи Мне кажется Тут есть такая поговорка В глазу Стоянку Снимите С себя И бревна Не найдешь Мне кажется Тебя должен судить Другой человек Если Так же Литературная Олимпиада Как у вас Но все равно Жюри Тоже самое Они ведь судят Потому что Если бы сами Мы сейчас судили Мы бы вообще Были такие белые Пушистые Да Мы же себя очень любим Я предлагаю Вот сейчас Немножечко Окунуться Подождите Мы должны Все-таки Принять звонок Мы призываем Звонить 211 Алло Слушаем Алло Привет Привет Как тебя зовут Меня зовут Софья Софья Сколько тебе лет Мне 11 Ты ученица Какого учебного заведения Я ученица Заведения ВГГ ВГГ Очень приятно Я думаю Нашим гостям Софья У тебя Особенно мне Ученица ваша Я думаю Будущая Будущая Хорошо Сонь Мы ждем От тебя Ответа Либо на вопрос Кто сказал Не хочу учиться Хочу жениться Либо Именно на вопрос Либо стихотворение Нет Именно на вопрос Я хочу ответить Давай Хорошо Приз Митрофанушка 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 Сказал матери Не хочу учиться А хочу жениться Софья права Девочки Абсолютно верно И соответственно Произведение какое Произведение Недроссель Конечно Недроссель Фанвизин Молодец Спасибо Что ты хочешь выбрать Я не помню Призы Хорошо Тогда Или перечислим Давайте перечислим Джек Лондон Белый клык Для ребят От 12 лет Выбирай Не ошибешься Оскар Уайльд Кентервильское Привидение Для ребят От 12 лет Дальше Сборник Сергея Есенина Не жалею Не зову Не плачу Для читателей Как очень странно От 16 лет Дейзи Медауз Держонок Эмили Или корона Для умницы Для ребят Любого возраста Подождите Маму же Соню Не интересует вообще книги Соня Книга все таки Или приглашение куда-то Нет Давайте я выберу книгу И я хочу Кентервильское Привидение Отлично Спасибо 211-101 Мы будем ждать Ребята Ваших стихов Не стесняйтесь Звоните 211-101 Буквально небольшое Четырнадцать тысячи Можно Либо чуть побольше Поэма у нас уже целая Прозвучала В эфире Ждем В общем Звоните А у нас есть Небольшая заготовочка У нас вот у всех Перед глазами Некое Восьмистиши Два А вот просто Представим себе Что мы находимся Простите Мы не закончили С тем что Дим Нет он сказал Он это Объяснил А мы согласились Ну да Он контекст увидел У нас не возместитель У нас вот Вот это вот Мы берем второе То что Ничего не в школьной программе Вот мы все На олимпиаде По литературе Мы с Владимиром Представители Ну такого Более зрелого поколения Сначала Я прочитаю стихотворение И сначала взрослые Как бы Ну немножечко Слегка представят Про что оно А потом мы предоставим Слово вам Детям У вас все равно Немножечко иное Представление Об образах И посмотрим Как нестандартно Вы сумеете это проанализировать И Дима скажет И Настя скажет И Даша скажет Договорились? Да, давайте А выбрали мы стихотворение Не удивляйтесь Самого любимого поэта Всех времен и народов Александра Сергеевича Пушкина Да? Не стану я жалеть о розах Увядших с легкой весной Мне милый виноград на лозах В кистях созревший под горой Краса моей долины злачной От рада осени золотой Подолговатой и прозрачной Как персты девы молодой И первый мой вопрос Владимиру Про что стихотворение? Как вам кажется? Ну я вижу За этим за всем Отнюдь не розы Не долина Я вижу людей Очень здорово Я вижу все-таки людей Некие воспоминания О чем-то Да, о приятных Могновениях Моментах О тех людях Которые раньше меня окружали С каким-то С кем-то возможно Не сложились отношения Вот где-то в этом направлении Но дева молодая Все равно возникает Да, дева молодая возникает Где-то возникает Девчонки А вот например Если бы вы получили Вот это восьмистейшее Что бы вы соорудили? Можете как-то в диалоге вместе Я понимаю, что это экспромт Но какую-то нам такую вот Картинку создать Как это должно выглядеть Вот для жюри А мы вот с Владимиром Сейчас как будто бы жюри Да, давайте попробуем Вообще скажем для начала Что когда мы анализируем произведение То по словам Лотмана Мы должны показать Что мы понимаем его Как сложно построенный смысл То есть создавая произведение Автор, конечно, вкладывает в него Определенный смысл, идею Но раскрывает он ее Определенными средствами Это могут быть средства Синтаксические, лексические, грамматические То есть на разных уровнях Построения произведения И давайте посмотрим На стихотворение Которое мы только что прочли Здесь есть два ключевых образа Это роза и виноград Как мы видим А совсем не дева молодая Как бы ключевые Антитезы будут между розой и виноградом Да, два ключевых Ну, к деве молодой мы еще вернемся, я думаю Вот Первые две строки посвящены именно образу розе Не стану я жалеть о розах, увядших с легкой весной Все же остальное стихотворение Раскрывает образ винограда И изначально нам может показаться Что это просто противопоставление Двух каких-то природных Начал розы, виноград Может быть весна, осень Даша тут хочет что-то сказать Продолжай, продолжай Вот, на самом деле Можем построить такой ряд ассоциативный То есть розы Весна Это что-то такое Молодость, юность То самое воспоминание Начало нашей жизни Да А виноград Он связан уже с Осенью золотой То есть зрелой порой жизни Как мы знаем Пушкин любил осень гораздо больше, чем весну Это вообще известно Так, Пушкин сколько, когда он ушел из жизни? 38 было? 37 37 еще Мне 35 Ну, как бы такой Мне чуть больше Да, продолжайте Настя говорила об образах молодости И уже зрелости Но в конце мы вновь возвращаемся к молодости В образе перстов девы молодой Девочки, мне не очень понятно Почему я о молодости жалеть не буду? Не стану я жалеть о розах? Это же все равно молодость Ведь это поприятнее, чем какой-нибудь там зрелый виноград А почему так много о винограде? И почему о плодах осени, значит, злачной, долины злачной Это так много, а о розе так мало? На самом деле даже и вот эта зрелость возвращает нас вновь к молодости Потому что виноград, как пишет Пушкин, прозрачный, как перст и девы молодой То есть все в жизни повторяется Писатель говорит о круговороте жизни И наличие молодости неизбежно приведет к зрелости Девочки, скажите, вот вообще классно Получается по общему направлению такая философская лирика, да? Да, пейзажная философская Хорошо, а как вам кажется, сколько лет должно было быть поэту, когда он написал вот такой философский взгляд на мир? Я сейчас вот загуглила, посмотрела год написания стихотворения Как вам кажется, сколько вот здесь ему может быть, какой-то человек должен быть, чтобы в этот увидел? Дима, может, ты скажешь? Ну, я подумаю Годы жизни ты помнишь Пушкина? Ну, нет, 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 я скажу просто его возраст Мне кажется, ему, наверное, было лет 27-28 27, это уже зрелый человек, очень взрослый В понимании Димы, так, а девчонки, вы как думаете? Ну, помните, да, его периодизацию творчества? Примерно когда он увлекался такой вот глубокой философской лирикой? Ну, это середина 20-х годов, да? Абсолютно, не удалось мне их спровоцировать Да? Да, потому что они пришли к этому такому философскому обобщению Я очень хотела, чтобы они заявили мне, что это уже все равно Пушкин после 30-х Когда он такой же совсем реалист, и когда он так на жизнь смотрел 1824-й Вы абсолютно попали, почувствовали То есть 25 лет? Практически, да Это вот, знаете, как вот у Гёте была небольшая миниатюра Из Гёте, который Лермонтов переводил, «Горные вершины» Да, с 5-8 ночной Тоже ощущение, что пишет старик 80-летний Да? А написано было, как бы, осмысленно гораздо раньше Довольно еще молодым И мужик прямо о Пушкине Так, давайте вопросы дадим нашим слушателям А вот я хочу сказать еще Мы говорили, что Пушкин тоже умер очень молодой Почему вот все, ну, практически, ну, большинство знаменитостей умирают до возраста 40? Пока К примеру На самом деле, это тема для отдельного разговора Такого, для того, чтобы поразить Болезни, да, идти Да Размыслить Нет, ну, потому что Ну, ты прав Ты прав, очень много таких известных людей, которые умирают очень Причем не только в истории, но и в современности Как вы думаете, почему девчонки? Знаете, я читала эссе Твардовского, и там он говорил, что Всех талантливых людей изнутри сжигает этот самый огонь страсти Они просто не будут долго существовать на земле Столько сил тратится, да, на земле? Ну, к примеру К примеру, Моцарду было 35, когда он умер Шопену 39 Да, Пушкин 37 Пушкин 37 Лернет его еще на 10 лет меньше Да, да, потом, к примеру, Робисперу было 35, когда его казнили Когда Мерлин Монро 35, когда она загадочным образом умерла А Крылов прожил до глубокой старости И Гёте тоже Да, ну или, к примеру, тоже Бетхоин, 56 лет Так, давайте зададим нашим слушателям все-таки вопрос еще, да И еще раз напоминаю, что вы можете вот в любое время до окончания программы «Открывашка» Позвонить, прорваться к нам в эфир и прочитать свое любимое стихотворение Очень хотелось бы услышать Вопросы давайте еще Да, давайте вопросы Герой сказки этого писателя считал, что булки растут на деревьях Назовите этого писателя Булки на деревьях растут Легко Да, 211-101 Мы ждем, мы ждем ваш Вот почему-то, кстати, уже эфир у нас осталось 10 минут А разыграно всего 2 приза, еще осталось 1, 2, 3, 4 Короче, много А, еще осталось 11 призов А я, знаете, что хочу Вот как-то немножко повернуть наш разговор Хочу сказать Почему вот интересна литература Ведь не самоцель Олимпиады, медалька не самоцель Потому что Вот ты, конечно, можешь решать формулы И тебя может, наверное, вот Дима знает Наверное, так очень здорово удовлетворение получаешь Когда задачку сложную решил, да Ты тоже получаешь от этого удовольствие Чем интересны тексты литературные? Тем, что у них столько прочтений, сколько читателей Повторов быть не может Потому что каждый читает субъективно, воспринимает Вот эту вот вторичную реальность Каждый вот потому что с выражением читает Потому что некоторые просто вот так читают Как просто Сейчас если не прочитают, то умру вот так вот А некоторые так все читают, представляют все прямо Вот как будто ты находишься на месте действия и описываешь все это А вот помнишь, ты начала разговор наш Про то, что зачем вообще читать, когда есть гаджеты Можно там загуглить, что-нибудь быстренько узнать Почему книжку надо читать? Хочешь, скажу? Ну, я могу предположить Ну, предположим Потому что вот все-таки, мне кажется, приятней Потому что вот искать все это читать Приятней для чего? Для глаз? Для рук держать? Нет, ну для рук, для глаз А еще, знаешь, для ума, молодец Потому что ты фантазируешь сам Не за тебя кто-то придумывает, а ты сам придумаешь Потому что вот ты сам думаешь Вот ты сам думаешь Вот как же вот так же Как же Пушкин умер Вот ты фантазируешь Адамп Ну, Пушкин умер так-то, так-то Его убили на Деле Конец Вот чего это такое интересно? Это неинтересно Совершенно неинтересно Лучше самим все представлять все это Прочитать, что про это написал, например, Лермонтов Что про это написал в своем замечательном эссе Марина Цветаева Мой Пушкин А, кстати, совсем недавно прочитала поэму Написал ее лидер группы «Зимовье зверей» Такой есть питерский поэт Констансин Арбенин Пушкин Бывший муж Дианы Арбениной Да вот У него есть такая классная штучка Помнишь, что мы читали на последнем руке Называется наоборот Не как у Цветаевой Мой Пушкин А Пушкин мой Пушкин всякий, Пушкин разный Вот тоже обратитесь и к таким контекстам Когда мы представляем себе Что этот поэт Он стал практически вот таким вот нашим Народным достоянием Он во всем И он везде И в каждом из нас Даже что-то хотела добавить Да, я хотела вернуться вот к вопросу Именно почему Люди на Олимпиады ходят Именно по литературе Мне кажется, что творческому человеку У творческих людей Есть потребность Быть услышанными Молодец Чтобы их читали Олимпиада дает как раз такую возможность Свободной интерпретации Свободного изложения И Будет услышанным Хочется каждому Правда? Уважаемые наши слушатели У нас остается совсем немного времени До конца программы Открывашка Вы можете позвонить Прямо сейчас 211-101 Прочтите, пожалуйста Свою любимое стихотворение Хотя бы немножко И получите приз А еще мы хотим ответ на вопрос Назовите, пожалуйста, автора Один из героев Произведения которого Герой одного из произведений Я считал, что булки растут на деревьях Да 211-101 А если произведение назовете То будете вообще молодцы Да, замечательно Дим, ну вот Программа у нас скоро уже завершится Ты у нас Ученик физмата Может быть как-то уже Ты начинал склоняться К сторону гуманитарного Образовательного учреждения У меня русская литература Большой всем мне нравится Русская литература Русская литература И при этом физмат Да, замечательно Так что-то хотите сказать Обсуждайте просто между собой Да, мы просто обсуждали Да А вот, да, кстати Вот когда мы разбирали Настя давала свой анализ Прочитанному кусочку Стихотворения Пушкина Это ведь в рамках Олимпиады Все излагается в тексте Да Причем это должно быть Да, не такие вот Не штрихи, а текст Закончены, готовы Причем, как бы саму Как сказать Есть определенные критерии Оценки этого текста То есть это уже произведение Определенное творческое Творческий акт Я думаю, можно рассказать Вообще, из чего состоит Олимпиада Да, конечно Там есть три тура То есть первый Это вот непосредственный анализ Ты выбираешь Либо прозу, либо лирику И создаешь свой законченный текст А, то есть дается выбор, да? Участник Олимпиады сам может выбирать Вот это, кстати, тоже очень интересно Когда ты можешь прочитать Два текста Причем разных родов литературы И выбрать Следующий тур Это творческое задание Это всегда неожиданность Потому что Ну, оно всегда бывает разное Это может быть задание Написать эссе Или Антирекламу Вообще, все, что угодно И третий тур Устный Когда тебе предлагается тема Небольшое время для подготовки И затем тебе нужно Представить свое выступление Небольшое устное А кто же эти мудрецы Которые оценивают? Это самые главные эксперты, да? Наверное Кого ты видела на Олимпиаде Из-за знаменитости? Просто всегда интересно Кто с вами общался Вот так вот Просто с вами Это всегда бывают Преподаватели вузов Как тех городов, в которых Проходит Олимпиада Так и Вузы Санкт-Петербурга, Москвы Например Игорь Сухих Преподаватель Санкт-Петербургского Государственного университета Сергей Волков Это председатель комиссии Так У меня немножко глаза Знаете, сейчас полезли на лоб Нам подсказывает Наша помощница Вера О том, что у нас есть звонок И нам дозвонился Слушатель, которому 4 года Алло 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 Да, привет Как тебя зовут? Соня Аня? Соня А, Соня Соня, тебе правда 4 года? Да Ох Соня, ты хочешь прочитать Наверное Своё любимое стихотворение? Да Пожалуйста, мы тебя слушаем Ярко солнце светит Воздух Светло Дальше А, это всё Не слишком связь у нас Но мы поняли Ярко солнце светит Известное стихотворение Главное, что оно прочитано Вместе с мамой И когда ребёнок Вместе с мамой Читает книги Вот это самое важное Наверное, начало Любого победителя Олимпиады Здорово Здорово Есть уже конкретный выбор Что ты хочешь получить? Хочешь получить? Да Что есть? А, хорошо Всё, тогда пообщайся С нашей помощницей Потому что у нас времени Не так много Не клади, пожалуйста, трубку Мы тебе передаём ей Список призов есть Да, Дим Две минутки уже осталось Ты что-то хочешь прочитать? Да нет А, вот книжка Да нет Не хочу уже прочитать У меня, конечно, есть ещё одна Сонетта Кстати, я тут сегодня пришёл Детская книжка Я папа Такой молодой ещё Всё-таки Вот передо мной Стоит Перед моей супругой Стоит выбор А вот какие книжки Сейчас нужно для детей покупать Всё-таки много авторов Они сейчас, конечно, красочные Можно я вашим тоже Профессиональным советом Воспользуюсь Эта книжка называется Стихи про машины малышам Вот оцените, пожалуйста Уровень Собственно, уровень автора Пожарная машина На месте не стоит Пожарная машина Помочь всегда спешит Сирены вой Тревога На выезд экипаж Торопится подмога Горит восьмой этаж Пожарных пропускают Водители всегда Дорогу уступают Случилась ведь беда А дом многоэтажный Бушует пламя в нём И экипаж отважный Сражается с огнём Команда раздаётся По лестнице Вперёд Из шланга пена льётся Боец наверх идёт И пламя заливают Отважные бойцы Пожарные Все знают Конечно, молодцы Вот можно такое детям читать Ну, мне кажется Если вашему ребёнку два года Тогда можно Четыре Ну, литература же Это средство познания мира Почему нет? Ну, про пожарную машину Да, логично А героизм и пожарную Ну Совершенно верно Если вам хочется Про пожарную Положительный образ Да, ведь формируется Пожарная машина Как когда-то Дядя Стёпа Правда? Да, да Нет, правильно Почитать дядю Стёпу Или, к примеру Маршака Чуковского Да, замечательный поэт К примеру Нам в школе недавно Рассказали Что Корней Чуковский Это у него была Фамилия такая Корней Чуков И он себе сделал Псевдоним А он ещё, между прочим Помимо того, что Замечательные стихи Для детей писал Он потом Очень много интересного Написал о других Поэтах и писателях Да, как ненаварист Вот его тогда читать Вот эти взрослые эссе Будет уже интересно Когда ты станешь постарше Да Ну и, наверное, уже первый Вернее, последний вопрос У нас остаётся буквально минута Часто мы слышим Что Пушкин Наше всё Если возвращаясь К Александру Сергеевичу А почему Наше всё? Давайте девочек Спросим И меня И Или вас Или слушать Пушкин В чём такая Вот его заслуга Для русского языка Почему Наше всё Солнце русской поэзии И так далее И так далее Давай вспомним Нашего любимого Одноклассника Пашу Харламова С которым мы Наверное Семь лет спорили Он всё время Возражал против Пушкина В 11 классе сказал Что я своё мнение изменил Кроме того Что он основатель Русского литературного языка И новой такой Поэтической системы Да Стихосложения А ещё что Что в нём такого Несколько фраз Пушкин писал Абсолютно обо всём То есть он И философские стихи писал И о любви И о дружбе И вот Каждую тему Он Освещал Можно сказать С разных сторон И Его стихотворение Это такие Подсказки О том Как жить И главное Почему солнце-то Вот когда плохо Я всё время С самим ребятам говорю Когда мне очень грустно Я возьму Пушкина И почитаю Потому что абсолютно Оптимистичные стихи Все Даже если это трагедия Это всё равно Каком-то таком Продолжении жизни Настя, добавить что-то Пушкин Такое явление Можно даже сказать Не только Не просто человек А целое явление Мы можем его встретить Буквально везде Вот даже сегодня Мы говорили с вами И обратились С стихотворение Сейчас у нас на окрашки Почему-то звонят К примеру Мы слушаем Культ поход Когда было Про Казанского театра Мы приглашали Почему-то Папа всё дал И то, что Осьминог Сад там разбил Мы звонили И всё время Абонент занят Во время вопроса Вам уже звонят А у нас как-то Получается То, что Не во время вопроса Звонят Ладно Эта программа Открывашка Ещё раз напомню Наши гости уважаемые Напоследок Напутствие Нашим юным слушателям Читайте книги Любить Конечно Литературу Любить читать Конечно Да А не смотреть гаджеты Даша Что пожелаете Развивайтесь Пробуйте себя В олимпиадах Различных Это всё очень интересно Главное попробовать Воображайте Всегда Открывайте Что-то новое Даже в привычных Для себя вещах Спасибо большое На этом программу Открывашка завершается На часах уже без Двух минут Одиннадцать Хорошего воскресенья Всем пожелаем До свидания Спасибо До свидания До свидания Детская познавательная программа Открывашка